добрый день друзья добрый день и у нас очередной выпуск кухни инфодайинга то что произошло за последнюю неделю с нами у нас новостей было на самом деле много и при этом мы практически не обновляли наш сайт пугай потому что просто занимались мирскими делами но просто не просто какие-то материалы все-таки мы успевали опубликовать о чем-то расскажем просто сейчас подробнее и так у нас один из материалов называется дорогу осилит идущий на самом деле это сложная история с мамой у которой трое детей и один из детей аутенок и мама занималась разными практиками восточными плюс мама сама жила на бали и как человек расслабленные и занимающиеся практиками соответственно донести до нее какую-то информацию касательно аутизма ее собственного было нереально сложно и мы столкнувшись один раз второй раз мы смотрели на это и понимали бесперспективно что-то изменить но в надежде на том что на то что все-таки все-таки любовь возьмет и возобладает и сделает свое дело мы попросили маму позволить ее ребенку полгода прожить без нее прожить с воспитателями и вот теперь представьте в семье трое детей и ребенку прожить с воспитателями это на самом деле очень сложное решение и мы знаем очень много вариантов когда мы мы это предлагаем мамам от безысходности то есть мы не видим другого варианта выхода из аута и мы знаем насколько это тяжело то есть вот это предложение мы озвучиваем крайне редко только в тех случаях когда другой вариант не имеет смысла то есть просто будет но ложь ложь мама не меняется делает вид что она работает ребенку несколько загрузить нормальную неполоманную информацию он снова его очищаешь он снова загружает вот какой-то мусор и понеслось понеслось вот этот обман 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 это клубок лжи он бесконечен и так можно годами крутиться как уж на сковородке результата не будет и вы знаете когда мы предлагали это маме вот ты верила в то что мама сделает это конечно очень сложно было доверить я честно говоря вот представила человека на бали с тремя детьми отец где-то в россии и рассчитывать что мама просто тупо это сделает это было нереально но мама сделала но мама сделала и прислала видео мама еще не с ребенком не с лавром и в то же самое время она прислала как он уже катается на роликах и мы посмотрели реально смотришь и ам от него идет здоровая информация ребенок форматируется ребенок выходит а завтра все пошел процесс и вот этот процесс он всегда безвозвратный то есть ребенок пошел на выход и дальше просто пройдет еще пару месяцев мама вернется к ребенку и дальше будет нормальная семейная жизнь нормальные отношения с детьми все нормально потому что вот этот период маме надо было отойти от детей маме надо было ну собрать мозг в пучок просто прийти в адекватное состояние и в это же время надо было чтобы ребенок загрузил здоровую информацию со здоровых людей да и в дальнейшем взаимодействие это не противопоказано оно будет но это вариант одного из моментов работы нашей когда мы понимаем вот на переходный период другого варианта нет да и замечу не все родители нас слышат иногда родители думают что мы сумасшедшие говорим какую-то чушь как же они оставят своего ребенка и продолжают они такие хорошие и приятные продолжают обременять ребенка самим собой и писать на он у нас ничего опять не случилось ой у нас опять там такое то у нас такое и проживает проживает это коровья жвачка бесконечный ты понимаешь блин уже ну но это бесполезно вот есть выход если ты двигаешься по этому выходу то выход будет если ты к выходу идешь а если ты вот бегаешь по кругу вот как волчок и рассчитывая что выход случится сам собой случайно ну не случается вот но вот это один из тех случаев когда мы понимаем какую силу надо было и какой разум и какое сердце надо было иметь матери чтобы все-таки послушать и сделать этот шаг и найти вариант и просто мама респект и уважуха спасибо вам большое что вы есть и что вы смогли потому что это любви и это искренне честно от любви а настоящей материнской любви не каждая мама на такое способна вы вы смогли вам просто респект и еще один одна статья у нас интересная у нас на этой неделе кстати пошло такое движение начали проявляться родители которые вот они исчезли из нашего поля зрения где-то год назад в сентябре прошлого года потому что у нас же тоже были перетрубации в нашей команде и они как-то пропали с горизонта мы мы их понимали моих выбор приняли но были те кто просто увлекся бизнесом например ушел в реализацию как в данном случае описано написала мама людмила о том что она возвращается возвращается снова к работе потому что мамки повыпадали из чата в надежде кто-то на чудо кто-то на бизнес кто-то по каким-то другим обстоятельствам иногда маму просто устраивает тот результат который есть то есть грубо говоря за ребенка перестала быть стыдно и все и можно не работать можно забыть про зеркало можно начать опять возвращаться к старым взаимоотношениям с мужем можно 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 и мамки начинают скатываться а дети скатываться не хотят дети тогда просто тупо останавливаются и ждут пока мамка вернется обратно и вот очередная мамка написала я возвращаюсь забыла о том что ответственность за свою жизнь надо брать свои руки я ушла в реализацию занималась скорее наверное иллюзией бурной деятельности они реализации сняла себя ответственность за восстановление детей типа занялась собой развитием и вот на самом деле бежала понимаете есть усталость есть усталость от детей которые там орут топают бегают да вообще детей даже от здоровых детей есть усталость иногда мамкам надо давать отдохнуть и папки должны это осознавать да и когда мамка вот так уже начинает бежать от семьи это значит передоз наверное имеет смысл мамку немножко где-то дать ей послабление чтобы она могла отдохнуть чтобы она могла переоценить свою жизнь переоценить свои взгляды на жизнь возможно осознать вот те ресурсы которые у нее есть и осознать то счастье которые у нее есть и это все период трансформационный внутри каждой матери вот ну кто убегает куда кто-то убегает вообще от мужа и кричит я я все развожусь да а кто-то бежит в бизнес и делает вид что он реализуется но это все равно побег можно наблюдать побег от себя точно также люди бегут из страны точно также люди бегут из бизнеса точно также люди бегут от своих родителей от тещи тести и так далее но любой побег по вариантов побега много любой побег это побег от себя от себя убежать невозможно можно взобраться на эверест можно взобраться залезть в тундру можно напиться айахуаски или айахуаски можно обколоться наркотиками но от себя не убежишь понимаете от себя убежать невозможно потому что если есть в себе дискомфорт дисгармония то это дисгармония все равно так тук 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 напомнит я есть я есть неважно в лице кого я отражаюсь да важно что я есть и если вам близкий человек например тот же муж или тот же ребенок помогает осознать это то момент возвращения человек говорит и снова здравствуйте и человек приходит начинает работать и я тоже другой человек написала было очень больно писать но написала стало легче а потом мама сразу в чате начала писать она начала замечать те изменения которые начали происходить снова с детьми опять пошел процесс то есть на самом деле в любой момент к себе развернуться к себе искать так стоп я опять удалилась от себя давай я вернусь к себе и вернуться и помочь ребенку на пути выхода из аута можно абсолютно в любой точке абсолютно то есть это и есть процесс выхода это не за вас кто-то сделает вас никто не лечит да никто за вас ничего не решает это все делаете вы сами это ваша жизнь это ваш путь вы можете пройти этот путь за 70 лет вы можете пройти этот путь за два года и вы решаете как и за сколько вы его проходите еще у нас новости наши стажеры а их у нас уже три пары кто ведет клубные занятия и смотрите у нас очень интересно распределились темы у нас девчонки кто-то начал говорить про органы там щитовидной железой начал заниматься кто-то там сексом начал заниматься кто-то еще что то то есть тематик сейчас очень много и тематики действительно глубинные и действительно стажеры ведь смотрите как стажеры определяют тему они берут те темы которые они прорабатывают в себе те темы которые близки им лично да те темы которые в них поднимают информацию и они таким образом помогают как в зеркале через свое отражение поднять информацию тем кому это надо смотрите по темам те темы которые близки приходите прорабатываете которые отзываются и это реально путь который можно проделать и действительно быстро и качественно проработать в себе какие-то моменты еще нас на этой неделе вышла другарня инфодайвинга мы рассказывали про программу ума в разных плоскостях мы рассказывали про разум и вообще про землю плоская она или круглая и каким образом и самое интересное что фактически фактически я даже опубликовала сегодня отзывы на эти темы мы начали публиковать отзывы по тематикам вот отзыв по другарне кстати я еще не публиковал но публикую наверное если вспомню отзыв по курсам по вот по последнему пришло очень много благодарственных писем спасибо вам большое я понимаю что этот курс был в таком формате что он поднял все и продолжает поднимать и вплоть до того что просто пишут я пишу вам спасибо потому что вот просто слезы и хочу вам сказать спасибо и спасибо вам тоже за то что вы нам пишите мы понимаем что это искренне что это действительно говорит ваша суть говорится это все от души и это все идет именно в осознавание того что вы действительно находитесь в счастье и мы просто обратили ваше внимание на те моменты которые вы считаете что это не счастье а это счастье и вот в эти трансформационные моменты когда вдруг вы начинаете видеть солнце видеть отношения видеть землю видеть звезды дышать этим воздухом и радоваться что вы живы в этом физическом теле и чтобы из этого тела можете творить и создавать вот осознание этого момента что именно вы создаете она окрыляет и она раз возбуждает вот этот вот интерес интерес жить интерес экспериментировать с реальностью по сути дела это то чем мы занимаемся каждый день у нас каждый эксперимент эксперимент а получится не получится это игра это сал собственная игра свою собственную жизнь и это игра и счастье но по сути дела это инфодайвинг да но к этому человек приходит и мы понимаем что у многих это долгий путь у многих это спорный путь мы встречали очень аргументированные подходы когда человек говорил насколько он важен насколько важен его прожитый путь опыт насколько важны его дети и даже если они больные дети насколько они важны какую роль они играют и что он готов продолжать работать с собой там со своими архетипами прорабатывать прорабатывать свои субличности он готов проработать свои детские травмы он готов проработать свои тени все что угодно только чтобы не измениться и не увидеть часть и мы позволяем это мы понимаем человек человеку нравится таким образом играть серьезную игру и страдать при этом и это выбор нравится играйте нравится страдайте хотите жить счастье пожалуйста книга инфодайвинг счастье заявка на счастье и другое восприятие и игра собственная игра собственную жизнь собственные эксперименты и в вашей игре заведомо предполагается что ваше тело здорово ваши дети здоровы вы наполнены счастьем и так далее это другое восприятие и мы учим управлять своим восприятием так чтобы действительно тело перестало страдать от нагнетания той чуши которая просто жужжит зачастую человека в голове и нагнетает страхи чужие истории чужие миры чужие сценарии и человек начинает жить чужой жизнью и не живет своей а у себя дома его нету вместо него есть задачи тещи тесть отдачи жена дети тот неправильный соседи там и пошло пошло есть в жизни все а себя нету и вот когда вот такой расклад то если себя нету то есть своего здоровья нету тела то не надо тому кого дома нету да вот себя разносишь то и тело разносится и и дальше из того что нам в обратной связи приходила очень интересно и быстрая очень реакция была у нас есть ребенок который интенсивно поправляется хотя мы с ним работать начали конец мая начало июня и он очень быстро идет и мама опять-таки что написала что вот работа с ним и сразу сухие штанишки там и понеслось 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 то есть идет сразу выход она благодарила нас и написала он вернулся ко мне а я возвращаюсь к себе спасибо тогда когда мама начинает слышать себя это вот как правило а у нас знаете у нас показатель того что мы действительно все заканчиваем историю мало того что там дети перестают там сикаться какаться начинает там говорить пускай там речь не всегда правильно знаете и здоровые дети остаются шепелявыми карталами и так далее с ними работают логопеды в этом ничего такого нету не в этом проблема проблема в том что у него работал разум до проблема в том чтобы он был включен в свою игру чтобы он осознавал что он делает и осознанно проживал именно свою жизнь и когда мы добиваемся и видим что вот этот процесс пошел как правило обратная связь мало то что там восстанавливается интеллект уходит этот аутизм восстанавливается физическое тело там пищевод и так далее так далее так далее речь тоже восстанавливается и зачастую очень красивая речь восстанавливается ко мне в гости на дачу приходила аришка наша девочка которая до отработок про нее есть фильм можете посмотреть вот наша аришка она вообще исключительно говорит исключительно красивый ребенок талантливый он на своей волне но это волна прекрасно вот смотришь И это чудо, и это чудо невероятно красивое, невероятно чисто и грамотно говорит, да, а казалось бы, аутизм, да, аутизм ушел у родителей, аутизм ушел у ребенка, все просто, я не ко мне, я приехала на дачу, нечаянно возле магазина мы встретились, и они ко мне приезжали на дачу, и было здорово пообщаться лично, потому что это тоже белорусы и оказались еще и соседями, оказались случайно, но в жизни чудес не бывает. Бывает просто вся жизнь чудом, да, и не надо из нее выделять, что типа вот что-то произошло случайно. Так вот, смотрите, когда мама очень быстро возвращается к себе, ребенок выходит из ауто, бывают такие моменты, когда мы видим даже реализацию ребенка, вот когда мы видим реализацию ребенка, вот что ему действительно будет интересно, и как это сейчас вот уже можно запустить, мы понимаем, что все, это не просто безвозвратный выход из ауто, это абсолютно здоровая жизнь, то есть уже пошла реализация здоровая, здоровой сути, здоровой жизни, информация именно по абсолютно здоровый сценарий, то есть других сценариев нету. Вернуться назад, даже если родители будут ругаться, даже если будут стрессовые какие-то истории или еще что-то, вот в таком случае уже ребенок не вернется. Но тогда родителям важно развить то, о чем мы говорим. И у нас уже есть, кто-то занимается химией, вот у нас уже есть свой футболист, да, и вот мама знает, получила эту отработку, и мы знаем, что у нас очередной товарищ пошел на финишную прямую, и это прекрасно. К себе. К себе. Мама к себе, товарищ к себе. Да, а еще разные виды благодарности, у нас даже есть благодарность за Друкарню, когда пишут люди, как они начали заниматься, как Друкарня помогает осознаваться. Последняя Друкарня просто бомба, когда вчера слушала, лились слезы, проняло конкретно. Вы с Ириной очень изменились и говорили так искренне и так глубоко, даже сложно писать словами, во мне что-то произошло внутри. Смотрите, мы не просто так пишем большие вот эти вот файлы, для того, чтобы вы слушали. Здесь же мы всегда работаем в потоке. И этот поток, он все равно находит свои уши, он находит свою частоту, ту частоту, за которую возникает резонанс, и человек так или иначе... Подхватывается этим потоком, да? Подхватывается, открывается, и слезы, это всегда слезы очищения, это слезы счастья, идет искренность, идет искренний обмен информацией, и все, и у человека начинается, пробуждение. То есть мы работаем тогда будильником. Ну, проснулись, и слава богу, продолжаем в том же духе. Ну, смотрите, мы оставляем сейчас кухню инфодайинга, оставляем дуркардию инфодайинга, и оставляем формат стримов. Очередной стрим у нас будет завтра, во вторник. Он будет вечером. Мы с вами опять будем говорить о парадоксах, будем говорить опять-таки из глубины. Вы можете задавать вопросы. Наши стримы немножко изменятся. Они будут в открытом доступе максимум трое суток. Потом они будут закрываться, и доступ к ним будет открыт только с сайта pup.by. Со всех других ресурсов они будут уже недоступны. И точно так же сейчас недоступны наши старые стримы, которые были. Они сейчас находятся под закрытой ссылкой, но переход под эту ссылку стоит с сайта pup.by, то есть доступ по ссылке. Для чего это делается? Для того, чтобы очистить немножко наш канал на ютубе, чтобы он перестал быть, как нам говорят программисты, мусоркой. В общем, мы решили навести порядок и упорядочить. А как упорядочить на ютубе, мы не знаем. Плейлисты уже не справлялись и не помогали. Поэтому мы решили упорядочить через сайт pup.by. И таким образом на ютубе в открытом доступе будет то, что вы можете смотреть с ютуба. Все остальное, добро пожаловать на pup.by. Ну, еще из новостей. Ну, еще поменяются же форматы обучения. Обучение, да. У нас меняется формат обучения, и об этом нам показал последний курс «Деньги». Просто мы дали возможность людям попробовать, прожить, прочувствовать этот новый формат. Потому что есть такая тема – восприятие глубинное. Оно в корне отличается от других видов восприятия. Углов восприятия может быть много. Но из глубины, когда ты видишь и теневую свою часть, и принял ее. То есть это из целостности. Ты воспринимаешь информацию как неотделенное сознание. И привести в это состояние человека, который тренируется, невозможно. И поэтому мы решили помочь человеку вообще подойти к этим состояниям, дать возможность прочувствовать их. А потом человек сам уже будет двигаться дальше. Но для того, чтобы был вот этот эффект неотделенности, и было очень много осознаваний, мы на этом курсе работали с каждым под конкретную проблему, которую человек опубликовал. То есть раскрывали ядра этой проблемы, учили через ядро работать с геометрией и так далее. Это сложная тема, сложная конструкция, они требовали подготовки. И сейчас у нас будет 5 всего видов курсов, 5 на весь год. И эти 5 видов курсов, они будут вот сейчас один за одним. То есть тематика ядра будет меняться. А формат работы с небольшими коррекциями психотехнической базы будет плюс-минус один и тот же. Но курсы эти нельзя будет скачать, но вы можете к ним подключиться. Но здесь есть одно но. На курсе не может быть больше... Ну, оптимальный вариант 15 человек. 20 человек – это крайний потолок. Просто больше невозможно работать. Мы не вытягиваем из этого восприятия. Нашего ресурса не хватает. Поэтому мы решили, что сейчас тренинги будут набираться таким образом. Набирается количество людей, потом меняется цена тренинга для того, чтобы отбить желание человека прийти на данный конкретный тренинг. Ну, если ему очень надо, значит он может прийти по другой цене. А в принципе в дальнейшем какие-то темы будут повторяться. Опять-таки группа будет набираться. Набралась, закрылась, набралась, закрылась, набралась, закрылась. И после этого выставляется дата данного тренинга. То есть вот этот формат мы сейчас обдумываем для того, чтобы его сделать тренировочным. Потому что вот эти восприятия все равно надо тренировать. И каждое ядро, и каждая группа помогает очень сильно расширять сознание человека. И очень сильно меняет... Ну, это меняет тех, кто уже имеет какую-то базу за спиной. На каждый курс есть та предподготовка, которую надо пройти. Потому что если ее нет, то на курсе очень тяжело воспринимать информацию. Вот в этом ключе и пребывать в этих состояниях, в которых, по сути дела, построен курс. Но мы предупреждали, что мы идем глубже. Мы не планируем останавливаться. Те курсы, которые у нас были, и сейчас они есть для прохождения по надсознанию, подсознанию, за зеркалью и так далее. Вы уже ощутили, те, кто был на курсе деньги, вы ощутили, что психотехническая база есть. Вот есть ядро, и ты понимаешь, не знаешь за зеркалью, ты не сможешь его убрать. Все, не знаешь там из надсознания какую-то часть, как выровнять. Все, ты не знаешь, как работать и так далее. И получается, что курс именно стоит на той психотехнической базе на своей, но периодически под проблему тебе надо очень легко выйти и откорректировать другой психотехнической базы. Иначе не прорвешься дальше. То есть инфодайвинг – это как высшая математика. Для того, чтобы туда прийти, надо знать и алгебру, и геометрию, и тригонометрию и так далее. И когда ты туда уже приходишь подготовленный, то ты понимаешь, что да, все просто, все на самом деле складывается по пазликам, и можно сложить, разложить любую картинку. Ну а мы с сегодняшнего дня начали тренировки по перепрограммированию. То есть мы начали первый случай, когда мы знаем, что человек сам не может ничего сделать, мы будем пробовать перепрограммировать и нарабатывать психотехническую базу. И замечу, эта база полностью строится на надсознании из зазеркалия. Самое, это, понимаете, но для этого надо, чтобы было отработано, вот какой-то чинаш, блин, надсознание и какой-то чинаш за зазеркалий. И тогда можно говорить о техниках перепрограммирования. То есть мы первые эксперименты уже запустили. И так, спасибо вам, друзья, большое. До встречи!